Много разговоров про этих задержанных. Шаройко и Политик. А, Шаройко и Политик. Слушайте, вы лучше меня их знаете. Хотя на эти темы с Порошенко вёл разговор. Но я ему показываю. Вот документы. Видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его полковника. Ну ладно, мы же все понимаем. Там разведка, изучение Петру Порошенко. Я говорю, слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе всё сам расскажу, покажу и документы передам. Давай, СБУшника у своих. Зачем тебе это какие-то прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения. Зачем? Скажи, что надо. Притом, мы же его не просто там взяли, схватили ни с того, ни с сего. Мы очень долго, как мне потом доложили, материалы я запросил. Потому что тема была переговоров с президентом. С президентом Украины. Мне принесли все материалы. Мы, если нужно и можно что-то, когда решится вопрос окончательно, мы можем вам показать эти все материалы. Ну и потом. Слушайте, мы же не били его, не ломали. Мы же понимали, что это будет международный скандал. Не со мной выбивать в человека показания. Это политика. Ну хорошо, покажите нам, как мы вам показали все материалы СБУ и президенту. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Покажите, руки вверх поднимем. Публично покажите. Прижмите нас к стенке. Мы договорились с Порошенко. Вы хотите осудить политика. Осудите его. Осудите. У вас суд, особенно сейчас, суверенный, независимый. На него нельзя надавить и так далее. А мы осудим Шаройко. Шаройко. А мы его осудим. Ну и не будем. Люди. Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Все. Мы передали дело в суд. Осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал, ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы. Потому что их нет. Павел, их нет. Ну и даже если они есть, но мы же договорились с тобой. Порошенко говорит, давайте сделаем. Это отравляет наши отношения. Люди неправильно понимают. Саша. Все. Заметано. Решаем. Почему не решается до сих пор. Ну он у нас на курорте живет, конечно, этот парень. На курорте. Потому что я своих предупредил. Ни в коем случае не обижать. Потому что... И мы довели позицию бывшего президента до него. Я поручил, чтобы он на меня не обижался. Я здесь ни при чем. Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои. Это возможно сделать до встречи в Житомире? Да хоть завтра. Ну вы не успеете. Вы же хотите политика повезти в суд. Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись. Ну извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь не это сейчас кто виноват. А главное решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват. Мы тихо, спокойно решим этот вопрос. Но главное он будет решен. Продолжение следует...